Мы в настоящее время располагаем все методы морфологического и молекулярного исследования, начиная от гистологии, закачивающей НГС. У нас на самом деле так же, как и у всех других, мы вынуждены идти в субспециализацию, никуда мы не уходим, но я стараюсь на самом деле делать так, что врачи продолжают смотреть все. То есть мы все субспециализируемся во что-то, да, то есть вы видите, несомненно, есть у нас человек, который с лимфомами, и несомненно, есть человек, который там мягкие ткани и кости отдельно, да, субспециализация, но все-таки мы стараемся, чтобы обновлялась вот эта весь материал, потому что, я надеюсь, я наглядно продемонстрировал, что если, конечно, субспециализируется в одной вещи, то пропустить это, если не смотреть ЦНС и к топическим менингиом вы никогда не поставите, ну, никогда, если вы ее не видели. Сложно, да, сложно. Да, поэтому субспециализация, она, конечно, проблематична. У нас особенности, есть некоторые особенности, да, по источникам финансирования, у нас все-таки преобладающие большинство это ОМС, 77 процентов, как вы видите, то есть вот у нас, я за 10 месяцев проанализирую, 1367 случаев мы изучили, 1046 из них было за счет ОМС, 247 пациентов респомсорской помощи и, как вы видите, совсем немножко пациенты за свой счет. И поэтому, конечно, если у нас выпадет финансирование ОМС, то, наверное, будет нам всем очень плохо, потому что, конечно, люди не готовы оплачивать исследования, как вы видите, 5 процентов всего, то есть это, конечно, да. Ну, что за счет средств ОМС можно делать, да? ИДЖФР, АУК, БИРАФ, ПДЛ. РОС-1, это извечная проблема, есть антитиласы РУ, но не покрываются они ФОМСом, потому что антитиласы РУ – это винтамы, и там себестоимость в два раза выше, чем себестоимость только расходного материала, в два раза выше, чем сам тариф. Поэтому, несомненно, он не покрывается. Но мы делаем для того, чтобы вся панель осуществлялась за счет компенсации других, когда делаем все параллельно, весь этот. И вот типичное направление, которое мы получаем, это как раз диагностическое многихистемическое исследование, это 14-я форма, да, ИДЖФР, БИРАФ, АУК, РОС-1, ПДЛ-1. И мы, наша политика, что мы делаем все одновременно сразу. Насчет этого сегодня активно дискутировалось, но мы одномоментно, мы параллельно делаем все исследования сразу. Мы режем одномоментно, если мы видим, что это немилоклеточный рак, то мы, если предполагаем, что это аденокарцином, да, не плоскоклеточный рак, то мы, может быть, подтвердим, что это аденокарцином, но сразу режем ПЦР и ДЖФР, БИРАФ, сразу режем на АУК, на РОС-1, на МПДЛ-1. Единственное, если РОС-1 у нас получается позитив, иммуногистохимический, то мы дожидаемся результата ПЦР. И если ПЦР у нас получается ИДЖФР позитив, то есть выявлена мутация ИДЖФР, мы и фиш не делаем. Если мы получаем, что нет мутации ИДЖФР, БИРАФ, АУК, соответственно, ничего нет, то мы тогда доделываем еще и ФИШР РОС-1. Вот это у нас такая политика. За счет этого мы в основном в течение 7 дней даем результат. Почему мы стали так делать? Потому что пациенты банально не доживали до ответа. То есть когда делаешь последовательно, одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое исследование, пациент просто умирает к концу. И после того, как мы это получили, мы решили, что надо как-то ускоряться. Потому что если мы, конечно, выявляем драйверную мутацию, то мы нередко можем наблюдать эффект лазера в стане ИДЖФР. Потому что действительно первый, когда увидели драйверную мутацию, то есть там прямо на игле был эффект. Поэтому, несомненно, это важно. И я вообще всегда позиционирую, то есть я вам показал, что в одном отделении мы стараемся все методы совмещать. Это не так просто на самом деле, молекулярные генетики. Это даже не патологи, это даже не слоновая кость, это что-то еще более дорогое. И очень сложно бывает взаимодействовать. Но если не взаимодействовать с молекулярной генетикой, если все начинают жить по отдельности, то я вам сейчас буду показывать, что происходит. Происходит, например, вот это. В аппаратуре молекулярно-генетического при проведении исследования ИДЖФР материал вопроса срезанный скальпелем. Посмотрите, блок. Причем самое интересное, что этот блок нам послали на АУК. То есть они сделали ИДЖФР, это как раз последовательно это. Они сделали ИДЖФР с скальпелем, убрали весь материал и послали к нам на АУК. Хотя бы перезалили, что ли, я не знаю. Или сказали, что материал кончился. Ну, в общем, как угодно. Вырезали скальпелем, прислали. Ну, понятно, что здесь ничего сделать нельзя, материала просто нет. Вторая ситуация. Биопсия материала с иголочкой. Иголочкой поддет и полностью забран. Опять прислали на дальнейшие исследования. То есть, ну, это вот разобщение, да, то есть разобщение молекулярных генетиков. То есть каждый пытается сделать что-то у себя. И совсем все равно, что будет дальше. Даже хоть трава не расти. И это, конечно, что, на мой взгляд, должно... А вот это вот обратная ситуация. Да? Гистология. Есть в патологическом отделении только гистология. И я здесь посчитал 35 срезов. Зачем? Да, это извечный вопрос. Зачем, да, 35 срезов делать? И, конечно, здесь ни на что уже не хватило. То есть на ранних срезах еще какой-то шанс был. На последних срезах шансы все больше уменьшались. Конечно, непонятно. Ну, 1, 2, 3 среза. Зачем больше делать? Зачем? И, конечно, нужно своих лаборантов. Особенно старой закалки, которые привыкли вот эти вот ленты делать. Надо их, конечно, воспитывать. Но нельзя так. Ну, надо бережливо относиться к материалу. Сейчас все больше и больше надо делать мутации там, различных исследований и все прочее. Какие еще интересные ситуации мы наблюдали? Это совсем потрясающе. Если молекулярная генетика работает отдельно от патолога. И в одной лаборатории подбирает, да, вот эта система работает, то есть подбирают стекла и блоки и отправляют, соответственно, на генетику. Здесь были стекла одни, а блоки другие. Под одними и те же номерами. То есть в стеклах была опухоль, а в блоках не была опухоль. Это уже исследование после ИДЖФР. То есть с этих блоков уже сделано ИДЖФР, и уже пациент получил негативную реакцию, негативное отсутствие мутации ИДЖФР. Это я к тому, что, конечно, вот у нас постоянно молекулярные генетики отдельно, патологи отдельно. Не должно быть такого. Вот как угодно, но надо объединяться. Мы должны быть единым целым, потому что это все приводит к таким вот безумным, просто каким-то абсолютно безумным ситуациям. Потому что вот это, конечно, очень наглядно. А они, молекулярные генетики, начинают говорить, что нам что присылали, мы то сделали. Прекрасно. Теперь непосредственно уже, как мы, собственно, работаем, как что делаем, как мы антитела используем. Ну, P40 все-таки это более такое антитело, наверное, дорогое. Более сложно достать его, это антитело. Поэтому все-таки в первой панели в основном применяем P63. P63 и P40 мы применяем лишь в сомнительном варианте P63. То есть в сомнительном экспрессе P63. Опять-таки, INSM-1 и RB1 – это тоже относительно более дорогие антитела, более редкие антитела. ОМС-ом они не покрываются, естественно. И поэтому мы их, опять-таки, в сложных и в случаях. То есть мы делаем синаптифизиных рабо-граней CD56. Если вдруг там какие-то проблемы, то можно тогда дополнить INSM-1 и RB1. В случае низкодифференцированного рака P63 и PTF, исследовательный стакератин ПАМ, СИС-138 мы любим добавить в плане подтверждения эпителиоидной дифференцировки синдекан. И с марка 4 у нас, да, мы сейчас с марка 4 запустили в случае низкодифференцированного рака, низкодифференцированного опухоль. Мы эпителиоидные, мы с марка 4 также в обязательном порядке делаем. PDL1 мы даже иногда для как раз диагностических целей, потому что саркоматоидные раки, да, если это низкодифференцированные саркоматоидные раки, они в основном очень выражены, такая экспрессия PDL1, и она с точки зрения диагностики в том числе может помочь. Ну вот я хочу проиллюстрировать пример, да, пожалуйста, низкодифференцированная опухоль, местами такая веретиноклеточная, местами более эпителиоидная, то есть, ну, какая-то, в общем, так. И мы видим только позитивный реактор на CD56, яркая реакция на CD56, хотя, конечно, похоже, да, на мелкоклеточный рак, в общем-то, но на основании только CD56, ну, достаточно проблематично поставить, да, CD56 позитив, а основные нейронокринные маркеры негативные, синаптосинхромогранин. В то же время ТТФ1 позитив, ИКИ-67 ярко выражена пролиферативная активность. И вот здесь отрабатывает наше, да, то есть, мы думаем все-таки о мелкоклеточном раке, и мы доделываем инсамодин. Пожалуйста, ядерная экспрессия, инсамодин, это фактор транскрипции нейронокринных опухолей. Здесь абсолютно четко подтверждение, что это как раз у нас, собственно, нейронокринрак. Да, то есть, здесь как раз вопросов нет. Но, повторюсь, в первой панели мы все-таки инсамодин в основном не используем, потому что она более дорогая, ее сложнее закупать, ну, в общем, куча припомных. Поэтому все-таки первую панель мы делаем, несмотря на то, что уже ВОЗ рекомендован, мы все-таки делаем снаптофизин, хромограница D56, а потом в случае сомнительных результатов уже инсамодин. Другая ситуация, опять-таки, ну, это уже операционный материал, да, операционный материал, и тут проблема, то ли это крупная, то ли мелкая. Опухоль экспрессирует, здесь уже хромогранина, D56, то есть, это понятно, что это нейронокринный рак. Но крупноклеточный или мелкоклеточный? А Бог его разберет, да, на операционном материале. На операционном материале бывает очень сложно вообще, потому что там иллюзия возникает, иллюзия мелкоклеточного рака, он выглядит как крупноклеточный, и то ли ядрышки, ядрышки, это прекрасно, конечно, когда они есть, но здесь то ли они есть, то ли их нет, да, непонятно. И вот в этих случаях мы иногда используем ИРБ-1. Все-таки, если выпадает экспрессия ИРБ-1, как и наблюдаете в этом, да, случае, то есть, позитивная реакция в строме, негативная реакция в опухоли, то в этих случаях, даже если это крупноклеточный нейронокринный рак, то по классификации это крупноклеточный нейронокринный рак по типу мелкоклеточного рака. Если вы такое напишите, вас, наверное, убьют вообще, расстреляют клиницисты, поэтому вполне мы обсуждали это в свое время с директорской, и все-таки пришли к выводу, что в таких случаях все-таки можно описать, что мелкоклеточный рак, потому что, ну, да, что ИРБ-1 это все-таки характеристика именно для мелкоклеточного рака. Да, опять-таки, такой достаточно полезный маркер, который иногда помогает. В следующий случай, то ли позитив, то ли вот этот случай, то ли плоскоклеточный рак, то ли это не плоскоклеточный рак, да, то есть такие вот непонятные ситуации. Чуть-чуть подкрашивает П-63, и негативный реакция НТТФ-1. Подкрашивает, но как-то тоже неясно. И вот в таких случаях мы добавляем П-40. Да, здесь П-40 негатив, то есть это у нас не плоскоклеточный рак. Не плоскоклеточный рак, и это важно, потому что в этом случае все. Мы можем, на самом деле, дальше уже особо не заморачиваться, потому что надо его пускать на мутацию. То есть основной, первое, самый первый диагностический этап, это мы должны что-то сделать, это дифференцировать плоский от неплоского. Если это не плоский, то дальше надо сразу идти на мутации, потому что сравнение занимает определенный период времени. Можно дальше копаться, если останется материалом, но все равно это нужно сразу пускать. И у нас вот ждет определенный момент это. И П-40 мы вот так же используем. Другой пример. Адонокарцинома. Да, то есть очевидная адонокарцинома. И да, вот она такая, крибреформная. Это экспрессир CDX2. ТТФ1 негативная, да. На самом деле адонокарцинома кишечного типа, легкого, она будет экспрессировать CDX2. То есть это будет очень сложно дифференцировать на основании этого маркера от метастаза адонокарцинома толстой кишки. Но есть все-таки у нас появился сейчас такой хороший маркер, САДБ2. САДБ2, и если мы видим эту экспрессию, то это с высокой долей вероятности. На 99%, на 95% говорит о том, что это метастатическая природа толстой кишки. Все-таки первичная адонокарцинома кишечного типа, легкого, не экспрессирует САДБ2. Всегда, наверное, могут быть исключения, но мы пока не встречались. Но в большинстве наиболее вероятное, в данном случае это да, это оказалось метастаза адонокарцинома толстой кишки. Поэтому САДБ2 – это все-таки тоже дополнительная такая подсказка в сторону движения. Опять-таки, по умолчанию мы его не делаем, у него тоже нет РУ. Вообще, все здесь антитела, которые мы делаем дополнительно, но у них ни одного нет РУ. Поэтому мы их используем, как раз и поэтому их закупать сложнее, несомненно. Их нельзя еще средства МЭИ закупать, ну, в общем, там много препонов. Но жизнь они облегчают, конечно, да, то есть, несомненно. Таким образом, когда мы исследуем предиктивные маркеры, аденокарцинома, крупноклечечный рак, саркоматоидный рак, смарк А4, дефицитный рак опухоли, мы все равно пускаем на предикторы, хотя там вроде ничего не должно быть, но тем не менее. Сегодня я уже говорил про крупноклечечный рендокринный рак. Это та засада, которая, конечно, мы сейчас иногда, когда нам нужно продолжать прессовать крупноклечечный рендокринный рак, продолжать прессовать на предиктивные маркеры, причем даже стоит диагноз крупноклечечный рендокринный рак. Прецедент уже был, понятно. И все, и мы делаем. А на самом деле, это, конечно, очень чревато. По умолчанию мы делаем PD-L1-2023, антителом, если есть запрос, то делаем PD-L1-SP-263. В настоящее время мы отказались от PD-L1-SP-142. Отказались потому, что на самом деле все-таки он в легком не пробивает. То есть в наших легких, несмотря на то, что Ирина Анатольевна говорила, что у нас легкие, которые позволяют сохранять там РНК и так далее, вот PD-L1-SP-142 не сохраняются. Там ничего не красится. И поэтому мы решили совместно тоже с компанией РОС, что мы будем только делать SP-263, потому что, ну иначе мы с SP-142 вообще все теряем. То есть мы там и опухоль не выявляем, иммунные клетки тоже не выявляем. То есть там мы просто не пробиваемся на нашем легочном материале, который нам присылают. А чем это чреват крупноклеточный нейроэндокрин и рак? Вот этот пример крупноклеточный нейроэндокрин и рак, как раз позитивный синапотфизин, тем, что он достаточно весело экспрессирует АУК. Но АУК он экспрессирует не транслоцированный, а полнодлиновый, да, который не играет никакого значения для назначения таргетной терапии. И это нас ведет опять к жутким всяким... Потому что мы здесь вынуждены сделать фиш, потому что, ну а что сделать-то? Мы не можем написать позитивную реакцию на АУК. Да, и обязательно в порядке здесь пополняется фиш, мы видим, что нет транслокации. Вот это все, вот это, конечно, крупноклеточный нейроэндокрин и рак, на предиктивный маркер, это целая головная боль. С ТРОС-1 тоже все не так легко и просто. На данном слайде приведены примеры РОС-1, когда они имеют транслокацию. Здесь были иммунгостохимические, ну, левая часть слайда, вот это вот понятно, да? Не хочет. Вот это вот понятно, что здесь позитивно, здесь три кристалла условно, да, что здесь будет транслокация с высокой долей вероятности. А вот это вот два кристалла, это, конечно, самая засада. А чаще всего именно вот так вот красится все. Вообще все. Все легкие практически. И здесь, вот в данном случае, была транслокация, но нередко не бывает. Ну, вот понятно, что фиш, да, и мы видим, что если разбежались, то, собственно, транслокация есть. А вот на данном слайде, да, это, собственно, позитивная реакция на РОС-1, да, опять-таки, на два креста где-то. Ну, здесь никакой транслокации не было. Поэтому, ну, когда красится слабее на один крест, ну, если честно, перестали делать фиш. Потому что, ну, это разоришься просто вообще. Их сейчас не так просто еще эти фиши на РОС-1 закупать. И на один крест мы не делаем. А вот два креста и три креста мы обязательно в порядке. РОС-1 обязательно требует, то есть РОС-1 нельзя только иммуногистохимия. Иммуногистохимия, может быть, даже если ярко-позитивно, три креста, скорее всего, там будет транслокация, но обязательно подтверждение транслокации. То есть это не как АУК. АУК – позитивная реакция, да, если это не крупноклечный ридокальный рак, этого достаточно. РОС-1 – это не работает. РОС-1 надо обязательно подтверждать фиш исследования. Ну, и последовательность, да, исследования. Если мы, это то, о чем, собственно, говорили сегодня много раз, да, что если мы вдруг что-то сделаем, а что-то не сделаем, то вот на данном примере как раз аденокарцинома легкого соленого типа, и посмотрите, какая ярко выраженная экспресса ПДЛ-1, да, то есть 90% опухоли экспрессирует ПДЛ-1. Если не сделать драйверные мутации, то данного пациента, в общем-то, ну, вот так увидев, некоторые клиницисты, увидев такую яркую выраженную 90% ПДЛ-1, могут назначить иммунотерапию. А у данного пациента была транслокация АУК. И вы назначены на антиалкотерапию. Вообще надо помнить, что опухоли как раз в транслокации АУК очень часто имеют очень выраженную экспрессию ПДЛ-1. И поэтому, если мы не исследуем драйверные мутации, то это может, собственно, привести к таким ситуациям. Ну, и резюмируя, в онкологии в настоящее время исследования представляется все меньше объема материала, по которому необходимо дать все больше объема информации. Исследование материалов ПАУС, полным набором всех методов профилактических и укуляргитических исследований, это, конечно, выбор в интересах пациента. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ